Сейчас посмотрим, какое количество попалось на чеснок, рачочки. Друзья, всем привет! Михалыч, Михалыч сегодня со мной, как обычно. Друзья, мы сегодня, как вы думаете, что будем делать? А не, не угадали, грибы сегодня собирать не будем. Ребятки, я вам обещал, что следующий ролик будет или рыбалка, или ловля раков. Есть у меня секретный водоем один, на котором есть раки. Сейчас как раз у нас конец октября, не конец, середина. Вот такой вот водоемчик у меня имеется в запасе. Видите, какой красавчик? Я уже, по-моему, вам, а не, по-моему, я вам его не снимал. Короче, вот такой вот водоемчик. В лесу прям находится, шикарнейший. Друзья, вода, смотрите, какая. Вода просто бомба. Если камеру прямо опущу в воду, друзья, смотрите. Так, ребятки, на что будем ловить? Самый главный вопрос. Ловить мы сегодня будем на уже проверенную мною и не только мною приманку. Это чеснок с черным хлебом. Будем делать такие чесночные бомбы. Кто не знает, ну, я сейчас буду по берегу делать, потому что времени уже в обрез, ребятки. Показывать все не буду вам. Кто хочет подробностей, ссылку оставлю в описании под этим роликом. Зайдете, посмотрите, как делать чесночные бомбы. Имеем ржаной хлеб, черный. Имеем, имеем три, три головки чеснока. Я его, ну, обычно на мясорубку, ну, сейчас у меня мясорубки нету. Будем использовать ложку. О, вот так раскрошить чуть-чуть немножко. Опа. Чтоб выделялся запах. Уберем хлеб, собственно говоря. Вот таким вот образом я его хоп-хоп-хоп. Короче, ребятки, я прямо так вот, честно, ну, не буду заморачиваться, я там выбирать вот эти все. Вот так прям его беру отсюда и фигачу. А ну, запах. Ах, класс. Бомбочка получилась. Вот такая вот бомбочка. И мы эту бомбочку забрасываем, ребятки, вот сюда, в рыболовочку. Одну. Одну. И сейчас таких еще сделаю три штуки. Ножа нельзя. Вот так вот, ребятки. Видите? Просто чтоб запах был. Сильно не буду вот так вот, таким вот образом. Все, запах получили мы. И мы, ребятки, сегодня проведем эксперимент. Одну раколовку мы поставим на чеснок, на чесночную бомбу. Вторую. Такую гармошечку. А он ему засунет сюда. А на ему. Да вы что? Раскрыли рыбку. Ну, я так делаю. Вода, принципе, уже холодная. Запахи фуры распространяются. Так, Михалыч, пошли вторую там поставим. А тут местечко, ребят, и шикарное просто. Блин, бомба. Смотрите, друзья, как я тут забрасываю. Я ее, получается, ставлю с руки. Я не захожу в забродах, не заплываю на лодку. Мастер-класс. Мастер-класс, друзья, от Евгения Логустина. Как вам? Да, друзья, ну что, пришло время посмотреть, пока мы с Михалычем грибочки собирали. Может, у вас есть? Что, есть? Может, с тобой сегодня... Ого! Ну, не ого, ты там не преувеличиваешь. Не, ну так подожди, нормально, слухи. Так, нормально. Нормального мало, но, по крайней мере, они не пусто. Не пусто, друзья, но и не пусто. Пошли вторую посмотрим. Пошли. Не, нормально, что ты, что ты... Ты же прям, я не знаю. Я думал, что больше. Я был бы довольный, например. А я не, я болеванный. Так, а ну... А что на чеснок? А что на чеснок? Нема? А не, есть. Есть? Есть. Есть. О, смотрите. У-у-у. Диви, нормально, тоже, тоже, ну... Ну мелковатый, конечно, рак. Мелковатый, конечно. А, Диви, шея есть. Рыба? Не-не-не-не-не. А не, рыбы не мало. Рак, рак, рак... Диви, есть, есть. Подповзалась тогда, да? так ребятки посмотрим сколько какое количество попалось на чеснок а сколько попалось ну это правда раковолка большая поэтому можно сравнивать ну это скажу что ничего так нормально я доволен хорошо рачочки вот такие друзья раки небольшие в принципе раки но есть принципе и нормальные такие что прям самые маленькие можно и выбросить такие вот такие такого формата можно и выбросить ребятки вот такого сейчас пойдем выпустим маленькие в следующий раз поймаем больше а ну-ка подводная съемка огоньок да друзья куртки уже и жарко блин пока сюда пока сюда ты помил да да чистенько ну как друзья кабанцы приступаем к самому аппетитному и классному занятию будем сейчас варить в моем самом любимом рецепте это в соевом соусе воды немного то есть буквально вот так вот это максимум вы говорите мне постоянно ну не там не все но кто смотрит мои ролики блин почему ты их бросаешь в кипящую воду живодер друзья ребятки но вот это вот вы считаете не живодерство что живые раки будут мучиться пока вода не закипит пока они не умрут этого вы считаете не живодерство да это самое натуральное живодерство поэтому мы сейчас их заберем подождем уже пока вода закипит и начнем варить забираем михалыч друзья для приготовления рецепта соевом соусе по-армянски добавляем одну такую баночку соевого соуса без рекламы здесь полтора литра воды раков там примерно я не знаю сколько там килограмма наверно два будем использовать полтора литра воды вот добавляем в воду куда еще не закипела но мы не добавляем на полтора литра вот такую бутылочку чикс потом добавляем такие вот лавровый лист перец душистый самый главный ингредиент который добавляется при варке раков как вы думаете что правильно ребята это вот такой бомбеческий бомбежный укроп домашний с огорода сюда его чик не жалеем укропчика мусор мы потом за собой уберем чесночок михалыч будешь использовать чесночок можно вот так вот михалыч купнуться не хочешь не а водичка друзья здесь у меня смесь перцев красного белого черного серого серого зеленого на один литр воды используется одна столовая ложка соли с горой на литр воды столовая ложка соли с горой это золотое правило запомните его и все не будет у вас проблем у меня здесь только два литра давать полтора чик ну и плюс шашлой выставлю я сыплю две ложечки пошло друзья да ох я запашок ох я запашок друзья блин а укроп уже так дает ай блин в сочетании соевым соусом друзья у меня аж слюни выделились короче вот такая вот наш тем как ждем пока вода закипит потом будем забрасывать раки и от этого момента когда раки закипят мы отсчитываем 7 минут все не 37 ровно 7 7 8 минут 5 7 10 максимум кипящей воде потом мы казнок снимаем мы с михалычем благо мы возле такого озера прекрасно что мы его здесь остудим минут на 10-15 чтобы не пропитались том что варились и будем употреблять все друзья поехали говорится ну шо блин кто слабонервный друзья не смотрите потому что это задаете такие дурные вопросы бывают что типа ты живодер там все дела а вы когда коров едите свиней вы не живодеры когда кроликов кушаете куриц особенно кролик вы его так гладите а потом кушаете это вы не живодеры не а то что я рак говорю это живодерцы считается поэтому кто слабонервный друзья не смотрим вот так вот да друзья видите и вода чтоб буквально их покрывала немножко не надо наливать полный казан воды потому что будете долго ждать смысла никакого нет в этом они и так прекрасно сварятся пахнет хорошо для невыделения началось да да обильные обильные обильно ох ты что за пошел друзья бы это не передать класс ууууууу друзья горячие блядь тусается на речок остыть короче я должна гинь сейчас мы в холодную воду положили слышишь а вода холодная копия тогда вода ледяная сейчас нашу главное друзья чтобы наш корабль не уплыл вот туда а то плавать в такую погоду Мне, друзья, не хочется. Будем заставлять Михалыча плыть. Короче, 15 минут, ребятки, настаиваем и будем снимать пробу. Уже 15 минут прошло. Михалыча уже слюна, как обычно до пояса достает. До колена, да, Михалыч? Да. Ну что, граждане, туются, алкоголики. Все к столу. Михалыч, садитесь жрать. Оператор побежал кушать, извиняюсь, если что. Ну что, попробуем, снимем пробу. Я всегда начинаю с клешни. Ребят, блин, класс. Обалденно. Такая нотка чесночка чувствуется, слегка со стримкой. Соевый соус, тоже запах присутствует, не сильно, но он есть. Сейчас давайте хвостика покушаем. Ребятки, угощайтесь. Угощайтесь, друзья. Вот мы натянем хвостика. Кому там выбирайте самочку, кому самца. Так, друзья, сейчас будем приступать к поеданию рачков. Такие, блин, они прям вкусные получились, что я уже не могу. Классный у нас сегодня получился день, да, Михалыч? Отличный. То есть, в таком месте, вы знаете, в лесу озеро, в котором есть раки. Да, друзья, не просите, пожалуйста, меня, чтобы я вам называл озеро, потому что это вопрос бессмысленный. Ищите у себя в каждом районе, в каждом городе, в каждом селе есть такое озеро, в любом случае оно есть. Проверяйте. Ездите, выезжайте с дома, проверяйте, бросайте раколовки, смотрите, где, как, что. Ладно, ребят, всем спасибо за внимание. С вами был Евгений Михалыч. Всем спасибо, друзья, и пока. До новых встреч. Салют. Субтитры сделал DimaTorzok